Дорогие коллеги, вот мы с вами посмотрели плюс-минус на то, что такое представляет собой поле психосоматических и соматоформных расстройств. На самом деле это значительно более объёмная тема, множество всяких разных отдельных аспектов, на самом деле крайне интересных. И если вы эти знания осваиваете, то цены вам как к специалисту нет, вы действительно становитесь по-настоящему эффективным помощником людям, и они искренне вам благодарны за те результаты, которые вы можете им дать. Потому что люди с вот всем этим ворохом разнообразных проблем зачастую просто совершенно не могут найти своего специалиста, получить должную помощь. И у кого-то это в выраженной степени, у кого-то в менее выраженной, но всё равно доставляет страдания. И если вы можете помочь человеку с этим делом справляться, это действительно настоящий профессионализм. И это можно сделать. С одной стороны, мы с вами уже обсудили, что очень важно понимать, что за состояние у человека, и в этом смысле необходимы знания, которые позволяют отличать тревогу, которая выражается в каких-то расстройствах, физиологических проявлениях, и классические психосоматические заболевания. С другой стороны, важно понимать, что тревога и вот тот внутреннее беспокойство, которое возникает у человека, оно состоит из определённых компонентов. И вот этот тревожный симптом, проявляющийся телесными какими-то состояниями от сердцебиения и повышения артериального давления до повышенной потливости, расстройства желудочно-кишечного тракта и так далее. Значит, вот это психологическое состояние, оно определённым образом, по определённым механизмам формируется в нашем мозге. И после того, как состояние уже сформировалось, с ним очень сложно работать. Поэтому очень важно понимать, из каких элементов строится вот это негативное состояние. И с каждым из них уметь работать, понимать, как это, как то или иное, то или иное психотерапевтическое упражнение вызывает необходимые эффекты и так далее. И подбирать нужную комбинацию для конкретного случая, для конкретного клиента. Но если мы движемся ещё глубже, то я напомню вам, что все самотоформные расстройства возникают в причине того, что у самого человека глубинно, на уровне вот этого невротической патологии, возникает какой-то внутренний конфликт. То есть что-то с его психикой происходит, из-за чего он становится сначала беспокоенным, потом получает в ответ реакцию собственного организма, интерпретирует её как признак недомогания, и дальше уже фиксируется на недомогании, на чувстве головных болей, слабости, сердцебиениях, панических атаках и так далее. То есть ещё глубже, если мы направляемся и по мозгу идём чуть ниже, мы обнаруживаем вот эти внутренние конфликты, которые всегда лежат в основе любого невротического расстройства. По этому типу развиваются и всё, навязчивое состояние, депрессивные реакции, ну вот, то есть всё, что мы берём как функциональные расстройства, а мы не берём там психопатии, да, какие-то ситуации, личностные черты, тяжёлую психическую патологию там и так далее, значит, и не берём как бы резкие какие-то кризисы, связанные с ситуативными, драматическими событиями, которые человек переживает. Здесь у нас всегда будет внутренний конфликт. Это суть вообще всей психотерапевтической практики, всей логики работы профессиональных психологов, начиная с Фрейда, заканчивая Еломом и Бюдженталем. Вот, значит, все ситуации эти могут быть классифицированы. И очень важно для психолога понимать все типы психологических конфликтов, которые происходят. Значит, их много, я сразу не буду вас говорить, что их там раз, два, три, пять, шесть, ну вот, немного. Но при психосоматике мы имеем очень чёткую классификацию. Значит, и вот эти состояния психосоматические, самотоформные, да, вы уже, я надеюсь, освоили терминологию и можете отделить психосоматику классическую, медицинскую, от самотоформных, да, значит, это несколько базовых конфликтов, которые приводят к возникновению именно такого типа состояния. Значит, потому что, ну, там, депрессивные конфликты, они немного причины депрессивных расстройств. Немножко другую будут иметь внутреннюю конфигурацию. Но вот важно понимать, что вот есть этот набор внутренних конфликтов, который определён характером наших базовых биологических потребностей и который определён базовыми психическими механизмами. Значит, психические механизмы – это то, как наша психика решает какие-то задачи или как она сталкивается с какими-то проблемами. И вот самое, как она решает и как она их создаёт, потому что наша психика для нас самих создаёт психологические проблемы. Ну, представьте, вот если бы наша психика не создавала проблемы, то было бы ужасно. Я сейчас скажу страшную вещь, но вот вдумайтесь. Значит, ну, сейчас вот как пример, да, есть такой выдающийся Нобелевский вариант, Кондольд Лоренс, который занимался исследованием поведения животных, один из основателей этологии и так далее. И вот он Нобелевскую премию получил за разъяснение сути внутривидовой агрессии. Что это такое? Люди, ну, вы же знаете, что люди друг на друга раздражаются, там конфликт, все время ругаются, не могут поделить кухню, не могут поделить корону, там ничего, всё у них то одно, то другое. Понимаете? Все время конфликтуют. Что это такое? И Лоренс показал и доказал, что наличие этой внутривидовой агрессии необходимо для того, чтобы животные расстелялись. Потому что если у них не будет внутривидовой агрессии, они будут жить друг на дружке, не подерутся, государства здесь не станут, не разъедутся на разные континенты. И поэтому любая экологическая катастрофа приведёт к их полному вымиранию. То есть, сохраняются только те виды, которые очень друг с другом способны конфликтовать, и в связи с этим постоянно осваивают новые территории, там, где нет с кем конфликтовать. И это всё касается, даже если мы возьмём примитивные племена, их численность порядка 100-150 человек. А что это они не растут? Почему они всё время сохраняли на протяжении десятков тысяч лет, сотен тысяч лет, одну и ту же численность? По одной простой причине. Потому что их становилось больше, они внутри начинали ругаться, и приезжались на 2-3 новых племени, и так далее. И снова там росли до определённой общности. Поэтому психика сама запрограммирована в нас создавать проблемы, понимаете? И проблема состоит в том, что с тревогой ровно та же конструкция. Потому что, вот представьте, взять вас, вы живёте в городе таком-то, и вдруг что-то происходит, и вам нужно из этого города переехать в другой. Вот вы переезжаете, вот как вы будете себя чувствовать? Ну, наверное, так же спокойно, правда? Совершенно вам будет всё прекрасно. Вот, приехали в другой город, как хорошо, ничего не знаю, никого не знаю, где что делать, не понимаю. Ну, идеальная жизнь. Можно такое представить? Это же ужас, да? Поэтому всякий раз, когда меняются существенные внешние обстоятельства, наша психика производит огромное количество психической энергии для адаптации. И вот для того, чтобы адаптироваться, мы должны прийти в тонус, мы должны быть внимательны, всё смотреть, что-то делать там и так далее. Но зачастую у нас изменения происходят, которые мы не можем даже осознать, потому что они слишком сложные. И раз всё поменялось на самом деле, мы как-то когнитивно, в рамках своих каких-то внутренних схем, думаем всё как по-прежнему. Ну, там, дети выросли и уехали. Как хорошо. Прекрасно, замечательно. Можно отдохнуть, наконец, жить. А как? Человек не умеет, непривыкший. Он, давай, звонить. А ну, как там, то и дела. А ну, иди домой. А кто это? А то это. Вот. Или послали их, они их позвонили, они им послали, всё, разругались, всё, сижу в горе. Думаю, проблема в горе. А проблема в том, что я жить не знаю как. Потому что я не адаптировался к жизни, где нет, что утром встал, завтрак наготовил, в школу отвёл, значит, уроки проверил, значит, вечером поругался, значит, это отправил, там и так далее, и всё. Выпал целый фрагмент жизни. Жизнь поменялась. Нужно адаптироваться. Синдром пустого гнезна, понимаете? Это же целая наука по этому поводу создана, понимаете? А на самом деле речь про адаптацию. То есть наша психика сама создаёт себе проблемы. И вот если мы не понимаем эту механику, то мы не сможем донести до нашего клиента, что проблема не в его симптомах вот этих, не в его здоровье, про которое мы врачи сказали, всё хорошо, уже отстаньте от нас, поешьте витаминов. Как будто они помогали когда-то кому-то. с исключением конкретных случаев. Болезни, связанных с недостатком витаминов. Такие есть. Ну, просто витамины. Это ветер, это как деньги на ветер. Точнее, не ветер, а в унитаз. Ну, это не я сказал, это так врачи говорят. Которые специализируются на витаминов. Ну, я сам врач, я понимаю, про что они говорят. Ну, неважно. В общем, короче говоря, значит, единственный способ для того, чтобы человек избавился от симптомов, он должен вдруг увидеть, что же с ним случилось на самом деле. Какие механизмы случились с ним на самом деле. И вот это такой финальный этап терапевтической работы, значит, который состоит у нас, когда мы работаем с сантофорным расстройством, с тем, что мы сначала определяем, что происходит, да, симптомы, как это всё сконфигурировалось, какие обстоятельства привели к тому, что это возникло. Дальше мы учимся работать с самим симптомом, разбираем его на множество элементов, и по каждому из них находим инструмент, который позволяет человеку избавиться и управлять, собственно, национальным состоянием, да, угасить этот патологический способ реагирования на жизненное обстоятельство. А потом мы добираемся до самого ядра психосоматического состояния. И в этом ядре обнаруживаем проблематику, которая является исходным и суперважным, как бы сказать, инструментом разрешения состояния человека, чтобы никакие повторные рецидивы, чтобы эти панические атаки не возвращались, чтобы эти, значит, динцифальные кризы не возвращались, чтобы человек обрёк полноценную жизнь, увидел, с чем ему нужно работать, что ему нужно в этой жизни менять, да. Мы привыкли... Какой запрос у клиента? Да он, может, сам не знает, понимаете? Он, может, стал жертвой какого-то внутреннего конфликта, который не осознаёт, да. И вот наша задача, убрав симптом сначала, дать ему понимание того, что с ним происходит на самом деле. И в этом состоит профессионализм психолога, психотерапевта, консультирующего специалиста. Видеть не то, что на поверхности, не форму, да, а суть. Суть его состояния и уметь с этим состоянием работать. Собственно говоря, это и есть вот такая центральная линия работы с любыми невротическими состояниями. Неважно, это какого навязчивости, это истерический невроз или там всё что угодно. Вот. Поэтому, конечно, психология – это большой объём знаний, но не знаний разных отдельных авторов, книжек, подходов, техник и так далее. Действительная психотерапия – это понимание того, как мозг может попадать в просаг и уметь, значит, создавать обстоятельства, при которых человек, который оказался в заложниках вот этих ошибок, которые произошли внутренних в его психике, в его мозге, вот, эти ошибки устранять. И это важное и благое дело. Дорогие друзья, коллеги, нынешние уже, да, психологи и будущие, те, кто из вас решит заниматься дальше психологией, практической психотерапией, я хочу поздравить с завершением этого мастер-класса. Я думаю, что в процессе информирования, какого-то взаимного обсуждения вы получили для себя какой-то новый опыт, новое понимание каких-то аспектов психологии человека, соматоформных расстройств, психосоматических заболеваний, неврозов как таковых. Понятно, что сейчас я действовал, что называется, голопом по Европам. То, что мне было важно создать вот это общее понимание подхода, который, собственно, реализуется в рамках очень обстоятельного, полноценного такого психотерапевтической системы, которая основана на нейронаучном подходе, то есть основана на том, как работает наш мозг, как создаётся психика, какие психические механизмы работают, какие законы мозга необходимо понимать и так далее. который учитывает, видите, как и соматику, и теорию стресса, и теорию психических механизмов и так далее. И даёт действительно полноценный инструментарий для решения вопросов, которые сейчас стали невероятно актуальными, а дальше они будут только разрастаться. Это нормальная история, когда в ситуации кризиса, в ситуации каких-то социальных потрясений, начинает расти количество именно различных таких самотофорных расстройств, невротических расстройств как таковых, потому что психика человека должна адаптироваться к новой реальности, которая для неё травматична. Мы должны менять собственное сознание, менять собственное самоощущение себя в жизни, находить новые внутренние опоры для жизни, деятельности и так далее. То есть у нас на самом деле много очень сейчас задач, и большинство людей не осознают их. И в результате они натыкаются на какие-то жизненные препятствия, и возникает очень быстро какая-то психологическая поломка, поэтому количество специалистов, которые сейчас будут необходимы, очень велико. Только за 2023 год количество обращений за психологической, психоперапевтической помощью увеличилось на 64%, то есть почти больше, чем в два раза. Люди всё больше и больше сталкиваются с состояниями, которые мы, как специалисты, должны уметь решать. Именно поэтому я занимаюсь созданием образовательных программ, которые могут подготовить или дать возможность усовершенствовать свои навыки специалистам, работающим с клиентами, которых очень много и которые нуждаются в нашей помощи. Когда я начинал только заниматься психотерапией, порядка 30 лет назад, наша страна тоже переживала очень серьёзный кризис, всё-таки развалился Советский Союз, нужно было, в общем, как-то осваиваться в этой новой жизни, большое количество людей испытывало стресс, но тогда и уровень психологической культуры был очень низкий, то есть люди просто не знали, что то, что с ними происходит, это психологическое какое-то расстройство, с которым можно работать. Но и самое главное, не было эффективных технологий, практик работы с пациентами. Да, были какие-то отдельные представления о западных школах и так далее, но системного подхода, к сожалению, не существовало. И я и мои коллеги потратили большое количество усилий, чтобы создать те технологии, которые действительно позволяют решать самые сложные психологические задачи и справляться с невротическими расстройствами в достаточно краткосрочный срок. Не годами лечить пациентов, а получать быстрые ожидаемые результаты. Эта технология сейчас разобрана мною на целый набор элементов, таких модулей, и каждый из которых дает необходимый объем профессиональных знаний. И мне кажется, что тот курс, который я сейчас подготовил, называется он «Психотерапия панических атак и фобий». Это идеальная точка входа для освоения тех базовых психологических механизмов, которые должен знать любой специалист, который работает не просто в рамках такого поверхностного консультирования, но действительно готов помогать своим клиентам обретать новое качество жизни, справляться с теми проблемами, которые на самом деле их беспокоят. Клиентская программа, которая используется в курсе «Психотерапия панических атак и фобий», уже отчетливо себя зарекомендовала. Ее прошли многие сотни людей и получили результат. Надеюсь, вам был полезен наш мастер-класс, а мне остается только пригласить вас для более глубокого и практического освоения той технологии, про которую я рассказывал вам в эти дни. Буду рад, если вы присоединитесь к нам на курсе «Психотерапия панических атак и фобий», где мы увидим и то, как формируются невротические расстройства, и какова технология, которая позволяет с ними справиться. Это идеальный вход в мою большую модель, которая называется системная поведенческая психотерапия. И я уверен, что каждый специалист, который ее освоит, всегда будет успешным психологом, которому всегда будет большая очередь из клиентов, которые нуждаются в помощи прямо сейчас.